Такси «Вояж» 9389 В хорошем смысле слова, они впали в детство. Воспитатель детского сада. На одного мудрого взрослого 20 несмышленых ребятишек. Легко ли быть воспитателем, учителем и второй мамой в одном лице, я и попытаюсь выяснить, примерив эту профессию на себя. Утро воспитателя. Раскачиваться особенно некогда. Маленькие человечки на это просто не оставляют шанса. Капризы, слезы, цепкие объятия за шеи родителей. Здесь главное не оторвать ребенка от мамы, а сделать так, чтобы малыш шагнул за порог группы с настроением. Кузнецова Валентина Васильевна, воспитатель со стажем, считает этот момент особенно важным. Посмотри-ка, что у нас там. Ой, что у нас там интересное-то, Андрюш, пойдем сами, пойдем. Смотри, ребятки, тебя все тут. Берем и наручки, и гладим, и пожалеем, и обнимем, и поцелуем. Приласкаем ребенка. Конечно, это наша работа. Проснуться поможет зарядка. В детском садике это целый комплекс специальных упражнений. Он не только развивает и способствует, но и дисциплинирует. Солнышко в стороны. Свои носочки. И тянемся, тянемся к солнышку. К солнышку выше, 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 выше. Опустили. А теперь после физических упражнений пора и подкрепиться. Кашу, кашу, кашу. Дети, вы кашку любите? Да. Сегодня вам повар приготовил настоящую космическую кашу. Она очень вкусная и полезная. Вы думаете, накормить трехлетку простое дело? Вот и ошибаетесь. У каждого воспитателя на этот счет свои приемчики и хитрости. Валентина Васильевна, например, достает волшебный флажок. Этот флажок мы ставим на тот стол, который первым, дети, за которым первыми съедят кашу. А помогает держать этот флажок ежик. То есть это такой некий стимул, да? Конечно. Варись, варись, кашка, варись, все веселей. Порадуем сегодня мы всех своих друзей. Варись, варись, кашка, варись, все не ленись. Тебя уже тарелки и ложки заждались. Вот мои книжки, я поймала. Завоевать доверие маленького человечка дорогого стоит. Как найти подход, подобрать ключи к детскому сердцу? Ответы на эти вопросы воспитатели ищут каждый день. Верх профессионального мастерства, когда своего педагога ребенок начинает любить. Кто нальет мне чайку, девочка? Давайте. Кампорт налить. Кампорт налить может? Ой, как здорово. Игры, обеды, занятия – лишь часть работы воспитателя. Львиную долю отнимает подготовка. Мало перевернуть горы методичек в специальную брошюру. Важно сделать так, чтобы сухие рекомендации превратились в итоге в познавательный и интересный урок. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Маленькая страна, маленькая страна. Там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Валентина Васильевна, как вот быть, как собрать детей быстро, чтобы они не вспотели, вывезти на улицу? Дайте, пожалуйста, саня. С чего начинать? Мы одеваемся постепенно. Сначала все дети достают со шкафа только штанишки, сапожки с носочками. Дальше все одевают кофточки, все одевают шапочки, куртки, варежки, шарфейн. Приступаем. Прогулка в детском саду – время особое. И, пожалуй, самое любимое – и детьми, и воспитателями. Главное – не давать малышам скучать, особенно зимой. Раздумывать некогда. Подключаем фантазию и начинаем импровизировать. Так, вот какая у нас сейчас будет гора большая. Не только играть, двигаться, но и наблюдать за природой, за людьми, зажечь в детских душах искрику милосердия и сострадания – пожалуй, главная задача настоящего педагога. Начать можно с малого. Хотя бы приучить ребят заботиться о братьях наших меньшим. Кушайте, кушайте, птички, да? Вот так, они сейчас прилетят, их все зерно у нас. Наш воспитатель очень красивый и стильный. Добрая и хорошая. Добрая и хорошая, и красивый счетчик. Добрая и хорошая, и красивый счетчик. Для тех, кто первый уснет, приснится самый интересный и сказочный сон. Наконец-то первая смена воспитателей подходит к концу. Оказывается, работа не из легких, испытала это на себе. Поняла, что воспитывать детей – это искусство. Искусство создать им такую обстановку, чтобы они чувствовали себя как дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова